Привет, друзья! Представьте себе такую ситуацию, что вы урегулируете какие-то разногласия со страховой компанией посредством подписания договора об урегулировании этих самых разногласий с этой страховой компанией. Касается любых страховых компаний, любых договоров, которые с ними могут быть. ОСАГО, КАСКО, страхование недвижимости, жизни, здоровья, прочее, 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 все что угодно. В качестве примера приведу историю одного клиента, который подписал со страховой компанией на свой страх и риск договор следующего содержания. О том, что он, как страхователь, обязуется возвратить страховой компании в добровольном порядке определенную сумму страхового возмещения, которая ему была выплачена излишне неправомерно и необоснованно. То есть, как неосновательное обогащение, обязуется он вернуть. Однако, ситуация осложняется тем, что страховая компания, просудив долг, получив решение суда, обратилась к приставам, возбудили исполнительное производство, автоматически решен вопрос о взыскании исполнительского сбора, также незакрытый ряд других вопросов. Договор, который предложила подписать страховая компания, сконцентрирован только вокруг суммы основного долга, которую нужно вернуть. Это порядка нескольких сотен тысяч рублей. Человек согласен сделать возврат. Но возникает ряд юридических вопросов, которые необходимо закрыть на стадии подписания договора. А лучше всего не договор со страховой компанией подписывать, а заключить мировое соглашение на стадии исполнительного производства со страховой компанией и передать его на утверждение суда. Мировое соглашение, утвержденное судом, вступает в силу немедленно, несмотря на то, что определение, если это физлицо, вступает в силу через 15 дней с момента его принятия. Но само мировое вступает в силу непосредственно после судебного разбирательства, в тот же день. Так вот, путь через мировое соглашение длиннее, но надежнее и эффективнее. Почему? Потому что в мировом соглашении вы обязаны прописать первое, судьбу исполнительского сбора. И это будет обязательно для приставов. Приставы не смогут его взыскивать по причине заключения мирового соглашения. Там же вы должны прописать судьбу судебных расходов по делу, которое понесла страховая компания. Нужно учитывать, что некоторые страховые компании прибегают к помощи внештатных юристов, которым платят гонорар, который потом можно взыскивать по суду. Это два. Нужно решить вопрос о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а именно об отказе страховой компании от такого права, от его реализации. Можно решить вопрос о судебной неустойке, можно обостреньте так называемом. Вот это все целесообразно сделать. Наш клиент этого не сделал, не прислушался к совету и потом огреб по полной. И помочь уже было нельзя ничем, ну как ты поможешь, ничем нельзя. И дальше. Заключение договора, обычного договора в простой письменной форме со страховой компанией непосредственно, но нецелесообразно. Лучше через мировое все это делать. Почему? Потому что одной оговорки в договоре о том, что страховая компания не имеет материальных претензий к страхователю в связи с выплатой последней такой-то суммы денег, она особой юридической силы не имеет. Не имеет. В том смысле, что она не закрывает вопрос об исполнительском сборе, о судебных расходах, о процентах за пользование чужими денежными средствами. Плюс там могут быть еще какие-то законные проценты и так далее, и так далее. То есть все вот эти вопросы закрываются только мировым соглашением. Так более правильно, более надежно, более эффективно и вы в безопасности. Пользуйтесь. Пользуйтесь.